Привет, мои хорошие! Продолжается у нас серия ответов на ваши вопросы, и сегодня будет не менее интересная тема, чем предыдущая, это зависть подруг. Итак, прислали нам вопрос, Екатерина Ермакова спрашивает, расскажи на тему про подруг, зависть и все такое, хочу услышать твое мнение, и как себя вести с ними, если чувствуется зависть? Что могу сказать, Катюш, по этому поводу? Зависть это такое чувство, в принципе, я думаю, что оно присутствует у всех. Я делю зависть на черную зависть и белую зависть, хотя где-то я слышала, что не бывает такого разделения, и зависть есть зависть, но я разделяю все-таки, на эту тему глубоко не спорила ни с кем. Я разделяю зависть, зависть такая черная, когда тебе завидуют и хотят тебе навредить, чтобы у тебя не было так хорошо, как есть, а было так плохо, как у того человека, который завидует. И зависть белая, когда человек тоже хочет так, как у тебя, и радуется за тебя, и начинает стремиться, ой, блин, какая она молодец, как у нее все классно, я тоже так хочу, да? И его начинает это мотивировать каким-то действием, двигаться вперед, то есть такой зависть двигателя, я бы сказала. Мне она кажется белой. Я тоже могу так завидовать, то есть я могу завидовать и могу радоваться за людей одновременно, то есть у меня не возникает внутри никакого негатива по отношению к человеку, да? Если я вижу, что человек красивый, то я просто перейму что-то у него, что мне нравится, да? Если мне нравится, как выглядит блондинка, я покрашусь в белый цвет. Если мне нравится, что у девушки офигенский мужчина, там, да, такой весь молодец, то я просто такого же себе выберу в жизни, да, и буду счастлива. В общем, я буду иметь то, что я хочу, и то, что мне нравится у других, соответственно, да? Но ни в коем случае я не пожелаю несчастья кому-то, да, и не буду ставить палки в колеса. Мне вообще не позволяют принципы и мои взгляды на жизнь таким заниматься, то есть я буду от этого страдать скорее, чем буду счастлива. Есть же черная зависть, да, когда ваши подруги пытаются как-то навредить, отвадить вашего парня, там, например, от вас, чтобы не было у вас никого, или там посоветовать вам одеть страшное платье, или говорит, кушай, кушай на ночь, вы толстеете, как бы, да, и она думает, о-о, мы уже на одном уровне. То это, конечно, не очень хорошо, и если вы это чувствуете, то, скорее всего, это не подруга тогда, потому что, ну, так подруги не делают, и я бы с такими подругами не общалась, которые ставят палки в колеса. Тем более приближенный к вам человек может очень сильно вам навредить, так как вы открываетесь, делитесь ему, и лучше тогда вообще, ну, не общаться. Что это за подруга, с которой вы не можете поделиться, и опасаетесь, что она может вам как-то навредить из-за зависти. Что касается зависти, вот человек может еще расстраиваться, да, подруга может расстраиваться, видеть, что у вас так все хорошо, у нее все плохо, и вот она такая вот расстраивается, да, я предлагаю просто поддерживать подругу. Это нормальная вещь, и нормально поддержать свою подругу, у нее может быть, да, из-за зависти и депрессии какие-то, или еще что-то, всячески помогать, всячески подбадривать, быть с ней рядом. Если, допустим, она завидует, что у вас есть парень, а у нее нет, то постараться как-то помочь ей найти, быть в этом заинтересованным, попросить вашего парня там тоже как-то проявить инициативу в этом в общем ваша подруга должна видеть что вы стараетесь тоже для нее что что и ну и поддерживаете и говорите что у нее все будет хорошо что она достойна лучшего просто не у всех все бывает сразу да у каждого свое время на это разные причины есть тогда ну как-то подкорректировать да что касается внешности тоже например она там полненькая об этом худенькая тоже давай там давай худеть давай это да или допустим если даже она не худеет то все равно есть полные девушки которые очень красиво сексуально и к ним тянутся мужчины побольше чем даже к худым поэтому это тоже нужно учитывать в общем нужно делать все и говорить то что человек как бы может быть где-то и хочет услышать а может где-то не хочет но готов услышать и что-то менять в общем цель и мотивация ваша должна помочь вашей подруге если они легкая зависть который не вредит вам то помогайте поддерживайте и дружите как бы это нормально в этом ничего такого страшного не если конечно уже не во вред такой сильный вред то это это плохо и так я думаю что я ответила на вопрос если остались еще вопросы то пишите в комментариях ставьте лайки подписывайтесь на канал кто еще не подписан а в следующем видео мы с вами обсудим как распознать разлюбил ли парень и как с этим смириться увидимся с вами в следующем видео пока пока а